Приветствую вас! Я думаю, что у вас здесь есть несколько важных моментов, которые я хотел бы раскрыть. Значит, первое. То, что вы пишете, меня с детства куда-то несёт, да? Не могу сидеть на месте. Это скорее ваш бег от себя. То есть тут вот такая история, да, что вы бежите от себя, вы убегаете, вам страшно застыть, например, на одном месте. Вот. Ну, страшно как-то на себя посмотреть. Страшно прислушаться как-то вот к себе. Возможно, страшно прислушаться к себе. Почему? Потому что вы себя, ну, скорее всего, вы себя не принимаете. То есть, скорее всего, вот что-то в себе, самой, вы не принимаете. Что-то в себе вы не готовы принять на данный момент. Что-то очень часто возникает такая история, да, когда люди вот не могут, ну, действительно сидеть на месте, да. Люди действительно не могут как-то вот быть собой, да. Люди не могут как-то вот чувствовать себя. И, в общем-то, постоянно у них вся жизнь это бег. Я вас здесь понимаю и говорю о том, что вы себя не принимаете. То есть, вы просто вот, ну, убегаете от себя. То есть, это, по сути, постоянная такая, получается, стимуляция. То есть, детство вас стимулирует на то, к примеру, чтобы вы постоянно что-то делали, чтобы постоянно куда-то мчались, вот. И, возможно, игнорировали себя и свои потребности. Это первое. Что касается потока мыслей. Да, вот, именно. Именно, вот, что касается потока мыслей. То здесь мне представляется такая история, что через поток мыслей, который у вас, ну, постоянный поток мыслей, вы компенсируете, вы компенсируете свои неудовлетворенности. То, в чём вы неудовлетворены. То есть, здесь вот у вас идёт такая попытка купировать то, что вы, вот, постоянно бежите и, по сути, к себе не прислушиваетесь. Вот. История здесь, на мой взгляд, выглядит именно такой. Именно так. Вот. Ну, то есть, понятно, что я могу ошибаться, да, но мне видится ситуация именно такой. Вот. То есть, по сути, это вот компенсация. Ваше желание не удовлетворяется. Вот. И вы компенсируете это мыслями и количеством. То есть, происходит уклон в сторону количества, а не качества, как это происходит в норме. Вот. Здесь нужно сказать, что у вас возможно отсутствует вера в себя. Просто. То есть, вот, по, ну, по какому-то, по ряду причин, да, вы себя, допустим, просто, ну, просто не верите. Вот. По каким-то причинам. Вот. Ну, возможно, у вас есть основания в себя не верить. Возможно, нет оснований в себя не верить. Вот. Мне кажется, что здесь тоже нужно выяснять. Но практикается это из вашего восприятия себя. Знаете, есть такой жизненный сценарий, да, он описан в психологической науке. Этот жизненный сценарий. Он называется, например, поторапливается. Вот. Вот вы и поторапливаетесь. Постоянно. Вот. Почему поторапливаешь? Ну, потому что поторапливаешься, вдруг успеешь. То есть, не дай бог, не дай бог, чтобы успел. Вот. Это абсолютно не приемлемо. То есть, вам ни в коем случае, вот, ни в коем случае нельзя успеть. Ни в коем случае нельзя успевать вам. Если вы успеете, то это будет ужас. Вот. Понимаете? Какая история. И это на вас влияет. Так вот, например, на протяжении своей жизни, да, вы, возможно, именно таким образом и поступаете все время. Соответственно, нужно увидеть, когда вы начали, например, бежать, когда вы начали бегать, когда вы начали, ну, ну, вот, так поступать, так действовать. И уже, вот, корректироваться. Короче говоря, нужно проводить психокоррекцию. Это то, что я могу вам сказать. Дальше. Кашу в голове. Ну, потому что мы не привыкли прикручиваться к своим желаниям. Я думаю, что вот на сеансах психотерапии, да, вы могли бы это сделать. Вы могли бы этим заниматься. То есть, вы могли бы учиться как раз прислушиваться к себе. Вот, и своим желанием. То есть, каша в голове, она имеет природу свою. Вот. Что важно. Важно. Что важно, да, что каша в голове имеет природу свою. И вам, если вы хотите наладить свой быт и свою жизнь, нужно увидеть, что за природа ваша. В голове которой. Таким образом, вы сможете себе, собственно говоря, помочь. Таким образом, вы сможете для себя что-то сделать. Таким образом, вы сможете себе помочь. Вот. Дальше. Не могу быть здесь и сейчас. Ну, понимаете, тут момент такой, что вы не то, что вы не можете быть здесь и сейчас. Вы уже здесь и сейчас. Вам нужно просто позволить себе это делать. Ведь вы же сами страдаете от тяжести этого. Знаете? Вам же... Тяжело. От этого. От того, что вы... В каком напряжении постоянном находится. Понимаете? Такая история. Поэтому это можно и нужно корректировать. То, что происходит. Делаю одно и думаю еще о 100 вещах. Понимаете? Вот, отделить то, что вам хочется, и то, что надо. Надо, можно через индивидуальную работу с психологом, но уже сейчас я рекомендую вам для начала прислушиваться к своим чувствам. Вы говорите, что вы не можете быть здесь и сейчас, хорошо, тогда в таком случае я рекомендую вам воспользоваться своей способностью и думать наперёд. Вот вы не можете быть здесь и сейчас. Хорошо? Хорошо. Если вы не можете быть, как вы говорите, здесь и сейчас, то это значит, что вы всё время, ну скажем, например, вы всё время в будущем, допустим. Да? Вот. Ну, наверное. Наверное. Вы всё время в будущем. Если вы всё время как бы в будущем, то проанализируйте, чего вы хотите, проанализируйте то, что вам нужно. Проанализируйте, как будут развиваться события, например, в дальнейшем. Ну, в дальнейшем, я имею в виду, вот, непосредственно, если вы будете следовать, ну, допустим, в тому или иному пути. Ведь это же не, это же не сложно. У вас ведь всё, ну, у вас ведь всё в ваших руках, правильно? Вот. Так что, давайте посмотрим. Вот. Парень не понимает меня. Вот так. А как он может вас понять, да, если вы сами себя не понимаете? Это же человек, если не понимаете чего-то вы, вот. Значит, соответственно, возможно, его не может понять. То есть, ситуация, она, она абсолютно нормальная здесь. Побарывать это не надо, но оборвать это нужно раскрыть. То есть, нужно раскрыть, что за этим стоит. Оставить за этим ваши желания и потребности. Обратите внимание и на то, как вы ставите цель своей. То есть, вы говорите, как мне чего-то добиться. То есть, я не могу в жизни своей чего-то добиться. Как бы, говорите вы. Но разве цель добиться в жизни с чего-то? Разве это является основной целью? На мой взгляд, основной целью является принимать тем, что вам интересно, тем, что вам, допустим, нравится и так далее. Не добиться чего-то. Потому что, ну вот, вы добились чего-то, аааа, дальше? Что дальше? Что дальше делать? Понимаете? Куда дальше идти? Так что, здесь я думаю, что само целеполагание ваше, как таковое, его, я думаю, нужно корректировать. Его, я думаю, нужно обращать, скажем так. Вам на пользу, вот, потому что в оперативном случае вы просто так никогда для себя ничего не сделаете, а это совершенно и абсолютно неприемлемо. В целом, я думаю, именно так, можно ответить вам на наш вопрос, смотрите, существует такое понятие Юлия, как эмоциональный интеллект. Понятие эмоционального интеллекта я вам сейчас раскрывать не буду, потому что, ну, мне кажется это лишним. Вот. Хочу просто сказать, что вам этого не хватает, не путайте, пожалуйста, эмоциональный интеллект с классическим. Эти вещи будут не нужны. Вот. Значит, соответственно, если у вас есть нехватка эмоционального интеллекта, вот, то, по моему мнению, идеальным вариантом для срекции, подготовки вас к терапии является книга Федерико Первого «Практикум по гестарт-терапии». Обязательно прочтите эту книгу, вы сможете там найти для себя упражнения, которые помогут вам. которые помогут вам обрести тот необходимый уровень эмоционального интеллекта, который сейчас у вас, ну, достаточно минимальный. На этом всё. Я надеюсь, что помогло вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.